Уже на протяжении нескольких лет на границе между парком «Дружба» и садовыми некоммерческими товариществами образуются несанкционированные свалки внушительных размеров. Причем это уже городская территория, поэтому их регулярно ликвидирует региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Но все же возникает вопрос, почему у дачников нет определенного места для сбора мусора. Проблема вся в том, что СНТ, который граничит здесь, они не заключают договора своевременно. Не приходят, не заключают договора, и из-за этого получается свалка. То есть никто платить не хочет за вылаз мусора. Свалок вдоль дороги ни одна, ни две и даже ни три. Конечно, их появление можно было бы списать на случайных прохожих. Но характер отходов говорит сам за себя. Аккуратно упакованные мешки с мусором, спиленные ветки деревьев, старая мебель, оконные рамы. Чтобы все это убрать, приходится даже использовать спецтехнику – ломовоз. К вопросу о том, насколько хватает такой уборки, перед нами крайне занимательная картина. Свалку здесь только ликвидировали, но не прошло и 15 минут, как появились новые мешки с мусором. Зато собаки довольны. По запросу Комитета городского хозяйства, горы отходов устраняют минимум раз в месяц. Вывозят при этом по меньшей мере 50-60 кубометров мусора, а это приблизительно 2-3 полных КАМАЗа. А решение у проблемы простое. Нужно всего лишь не мусорить, а самостоятельно правильно утилизировать отбросы. Но есть и другой вариант. Наши многоуважаемые дачники должны заключить договора прийти. Это первоочередно. И установить контейнеры на территории СНТ. Словом, чистота будет только тогда, когда каждый осознает свою ответственность за нее. Дмитрий Сергеев, Михаил Мальцев, Ольга Кириллова. Область новостей.